всем привет как-то я тут подумал они замахнутся ли нам на грузинскую кухню поэтому сегодня мы будем готовить чахохбили значит совсем недавно мы я был в гостях у сержа марковича и мы там приготовили чахохбили но по рецепту который не подразумевает наличие кинзы и еще петрушки например ссылку на этот выпуск мы обязательно прикрепим и пожалуйста посмотрите оставьте там свои комментарии интересный выпуск получился а когда я приехал домой вы там увидите что осталось у меня много курицы и мы сразу же собрали нашу студию и можно сказать в непло в неплановые съемки организовали той курицы которая у меня осталась от того выпуска вот посмотрите я замариновал по вкусу добавил немного чуть-чуть буквально перца соли но это каждый делает по своему усмотрению почему потому что сейчас курицы ну в общем не очень внушают доверие потому что они растут быстро и сильно отличаются домашних куриц тех куриц которые продавались там советском союзе даже там были конечно потверже по по спортивные курицы но они были ароматные вот поэтому я добавил и вы тоже можете это сделать по своему усмотрению ну как вот вы маринуете добавить чуть-чуть перчика чуть-чуть может быть маслица подсолнечного оливкова соли в общем сделать это по своему вкусу значит и для этого всего я возьму обязательно помидоры к ним же томатную пасту мы для того чтобы тоже знаете сейчас помидоры сейчас зима помидоры тепличные они не всегда такие вот прямо ароматные а томатная паста может дать им дополнительный вкус и такой ну приблизить наш соус которым будет готовиться курица к оригинальному если у вас есть вы готовите летом и есть садовые помидоры ароматные настоящие то пожалуйста можете обойтись и без томатной пасты значит обязательно ткемали зеленый ранний покислее который значит много лука вот 4 прямо почти таких можно сказать огромных луковицы сливочное масло буду обжаривать на сливочном масле лук грецкие орехи грузинская кухня обязательно чеснок кавказские травы аджика она даст нам и ароматы грузинские и все грузинскую аджику можно абхазскую аджику взять хмель и сунели где-то столовую ложку и острый перец это по вкусу и то что мы не делали чем наш кардинально будет отличаться выпуск от того который вы увидите на канале сержа марковича товарищи сержа это обилие кинзы я считаю что кинзу надо добавлять сердце и не не любит поэтому делаем ее по грузински но уже с кинзой но немножко можно добавить петрушки для такой общий общего блюда но в принципе одной кинзы тоже достаточно да совсем забыл сказать я гостей жду поэтому смотрите наш выпуск до конца и увидите кто и какой гость попробует у нас этот чахахбилии буквально там через пару часов он уедет сейчас как раз в нашем направлении и мы его будем встречать вот этим вот таким праздничным грузинским блюдом поэтому смотрите ставьте лайки комментируйте любая активность на нашем канале приветствуется начинаем погнали значит я вот так вот беру просто бесцеремонно и выкладываю всю курицу на мою любимую сковородку сейчас поставлю ее на большой огонь и буду просто ее обжаривать помешивать чтобы она весь со всех сторон хорошо обжариваюсь я обжариваю курицу без масла просто на чисто поставил ее там достаточно жира в ней будет я думаю что нам это не потребуется я два раза был в грузии на сегодняшний момент и много объездил разных уголков спасибо потому что ездил туда на машине по военно грузинской дороге через владикавказ вот ночевал в владикавказе каждый раз и потом проходил рано утром границу и въезжал со стороны россии по дороге легендарная дорога по которой шел мой любимый книжный персонаж остап бендер с кисой они там выступали перед туристами которые проезжали мимо и выпрашивали у них деньги то есть я когда еду по по этой дороге у меня почему-то такие приятные ассоциации возникают и интересно знаете есть где там конечно походить вообще я вам скажу что крестьянская народная еда отличается наличием лука это был видимо легко растущий и недорогой продукт поэтому он использовался в крестьянской кухне достаточно обильно вот я сейчас попробую этот лайфхак сделать наберу воды в рот и помолчу попробую будут течь слезы или нет или может уже поздно просто я давно слышал такой лайфхак как говорят сейчас молодежь у меня дочка говорит значит берем воды набираем в рот и начинаем резать лук попробуем работает ли это потому что ну я первую луковицу порезал все просто а тут лука немеряно ну ну в любом случае нормально вот так я считаю со сливочным маслом ставлю на огонь обжариваться лук вот необходимо без масла делать для того чтобы получилось такое сухое обжаривание вот она так будет немножко кострецом попахивать но как будто бы это как будто бы на гриле делается лук уже на масле надо обжаривать поэтому надо вот так раз хорошенько нарезаем помидоры я прямо так вот вас вот так вот кусочками чтобы они были такие вот аккуратненькие так вот такое количество помидорок у нас получилось замечательно можно их помелчить но так по вашему усмотрению чтобы крупных кусков не было тут такая штука если сковородку с курицей мы не накрываем чтобы она обжаривалась и там влага не оставалась внутри чтобы она была такая под поджаренная под корочкой красивая прямо вот четко запахом таким чтобы влага уходила а вот наоборот сковородку с луком нам нужно закрыть для того чтобы вода там оставалась влага оставалась и она как будто бы но лук обмягчался вот это вот нужно обязательно запомнить взять туда прямо соли посолить уже лук здесь перемешать вот он такой мягкий видите какой прямо вот красота еще раз раз закрываю и до мягкости чтобы он прямо мягкий был вот соответственно параллельно у вас обжаривается курица она тоже должна не обязательно ее прожаривать прямо до костей надо прожарить ее чтобы она была с корочкой чтобы кровяные вот эти вот из коленок там или отсюда вот эти вот вещи они как бы по устранились такими штучками лучше переворачивать чтобы не просто как бы хаотично да было а чтобы целенаправленно все края курицы были обработаны и чем больше тем лучше естественно этих вот сырых мест чтобы не осталось а пока все обжаривается я вам коротко расскажу о том куда бы я вам советовал съездить значит как я ездил значит смотрите я ехал на машине сторону владикавказа там переночевал и утром с утра ехал в сторону верхний ларс верхний ларс там таможня потом выезжаешь и прямо прямо двигаешься в сторону тбилиси и старые столицы грузии мсхета оттуда в там уже оставайтесь сколько хотите в тбилиси можете просто там остаться там неделю можно жить спокойно и ездить оттуда в разные по достопримечательностям мы ездили первый раз поехали сразу в сторону верхней сванетии зугдидии верхняя сванете в сванете едете через зугдидии дорога хорошая я еще ездил тогда когда коровы по дороге лежали они сейчас могут лежать там на горы можно съездить раз там снималась вертикаль фильм в том месте вот а потом можно уже ехать в батуми к поти порт поти и батуми в сторону батуми мы находимся на рыбном рынке батуми из центра города нас привезли всего за 5 лари здесь есть все здесь есть нужно нужно купить прямо рыбу и тебе сразу же ее пожарят все стоит очень дешево что рассказывать где-то на рыбном базаре покупаем рыбу да не это перчатками и лограмма ира где ее выворачивает от этого запаха, поэтому она ушла. Она постоянно ругается, когда баба рыбу делает. Что за запах, что надо? Самся режет человека. Самся живая рыба. Я к этим ракам подхожу, и они начинают двигаться. Вот пошла жизнь. Рыбу, которую мы купили на рынку, нам приготовили. На гриле сделали. В ресторане открывается голубая волна. Рыба – это осеты. Сейчас попробуем, что нам, я думаю, не испортили. А с чем связано вообще посещение ресторана и покупка рыбы? Да. Папин день рождения. Папин день рождения. Мы начали сегодня уже. А мама сдаёт. Готовится. Завтра сегодня. Папин день рождения. Папин день рождения. Одна из самых ярких достопримечательностей Грузии. И отдельная тема – это уже опять из Тбилиси. можно поехать в сторону Алазанской долины. Там, вот я как любитель, уже не практикующий любитель грузинского вина, вам скажу, что есть прямо… Для меня было открытие. Вот я первый раз ездил в 15-м году. Для меня было открытие то, что сёло, которое… Это название вин – это сёло. То есть я вообще… Моё любимое вино Ахашени – это село, оказывается. Прямо было здорово увидеть это всё, видеть, как это всё растёт. Прямо вот эти вот виноградные плантации, вообще красота. И когда я ездил уже в 19-м году, второй раз уже с Ириной и Алисей, мы ездили тоже… Я их провозил примерно по этому же маршруту, но я оттуда из Грузии уехал в Азербайджан. Мы там побыли в Азербайджане, и они улетели в Баку. Из Баку в Москву уже улетели. А я рванул по верхней дороге, не напрямую из Тбилиси в Баку. Там она ровная, красивая, всё, чёткая, ну, неинтересная. А я поехал из Баку прямо вдоль Кавказа. Вот едешь обратно из Баку в сторону Алазанской долины, Телави, и справа – Кавказ. И как раз из Телави можно доехать до Тушетии. Тушетия – это вообще обалденно. Как раз вот есть кадры, когда я был в Тушетии, это в супе Харчо. И сейчас мы тоже их ставим. Обязательно нужно съездить любителям, которые любят ещё что-то такое, более профессионально, так скажем, путешествуют. И любят такие, скажем, необработанные, не совсем туристические, а дикие места. Но, предупреждаю, ехать туда на своём транспорте, в саму Тушетию через перевал, крайне опасно. И я вам это делать самостоятельно, особенно с семьёй, не советую. Потому что и местные жители, ну, как бы, дорога очень узкая, и местные жители там гибнут. Поэтому туристы там погибают. Есть прямо места, где, это отмечено прямо, трагические места очень. И лучше ехать всего прямо в городке в ближайшем, просто подойти, взять гида, такси, ну, как такси называется, маршрутное. Там полноприводные японские автобусы ездят, маленькие там четырёх-пятиместные. И туда можно добраться. Самим лучше туда ездить не надо. Сванетия – это тоже горная часть, но она с другой стороны. А Тбилища находится ближе к морю. Там уже можно ехать на своей машине, естественно. Я там был два раза. Можно ехать на машине, и нужно ехать на машине. И там есть много гостевых домов, и гостиницы, и более уже всё цивилизованное. И фуникулёры, куда вы можете подняться на самый верх. Нам делают в Шанкале и Хачапуре не подняться на машине. И в Кугдале. Да. Смотришь, как в Кугдале делают. Там маш. Ещё, 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 вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот, Кугдар получилась. Вот, 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 вот. Иди сюда. Да. Как называется? ХУнгари. Вот мы, КЮДАри КЮБДАРИ Нам принесли КЮБАРИ КУБДАРИ КЮБДАРИ ХУНгари. Ну, значит, появилась новая блюдо. КУДАРИ КЮБДАРИ, Блися. КЮБДАРИ большая лепешка с чем внутри тебе удалось его полепить чуть-чуть попробуем на фуникулеры в горы едем довольно высоко в горах здесь есть канатная дорога и там наверху попить кофе капучино там на пучино все покушать все красиво сделать вот ну и море конечно начиная от поти до самого батуми до турции обалденное море много гостиниц уже хороших уже четырехзвездочные гостиницы есть все это прямо ну вот четко все это вкусно да заедьте обязательно в боржоми с ночевкой возьмите в экскурсию в парке сходите прямо на источники там гиды просто вот но нам достался обалденный гид очень интересный такой со своими взглядами дядя смотрите в общем другие выпуски это сейчас все расскажу мы еще будем готовить другие еще второй сорт харчо будем готовить обязательно сделаем еще шашлык с грузинскими акцентами и еще другие блюда не будем ограничиваться только супами и я еще буду вам разные истории рассказывать про грузию показывать интересные кадры и да и напишите если вы были в грузии напишите где вы были и куда вы собираетесь еще съездить и кого мне посоветуйте куда съездить обязательно потому что мы почитаем посмотрим и таким образом будет какой-то обмен полезной туристической информации это очень нужно сделать потому что ну тот кто путешествует тот не может просто не делиться впечатлениями и и просто так посмотреть выпуски ничего не написать это как бы ну не очень наверно правильно а тем временем у нас курица вся прямо дошла лук дошел сейчас мы будем это все дело соединять ну вот пока мы путешествовали так видео обзор был по грузии с моим небольшим рассказом лук у нас уже прямо вот все готов я его открываю и курица тоже готова сейчас мы это будем дружно соединять вот видите опа чуть-чуть даже подгорел ну ничего страшного зато натурально представим что мы это на костре делаем а на костре там тоже все закладываем а вот сейчас нужно уже здесь закрыть чтобы она уже соединялась соединялась курица соединялась с луком сейчас он немножко по обмякнет перемешаем все это дело а эту сковородку сейчас почищу и буду закладывать сюда помидоры ну все начинаем делать соус для нашего чахов били я вот не вижу никаких недостатков в грузии прямо одни плюсы за исключением того что от вкусной еды можно привести вот мне например ну если долго путешествовать там недели две-три я пятерку могу привести прямо легко такая вкусная страна хачапури теперь я вот так делаю эту крышку у меня есть две крышки но тут я открываю и перемешиваю уже хватит нам обжаривать уже перемешиваю все с луком замечательный все запах так вот видите какая красота то просто вообще турбо запах замечательный но все помидоры уже наши кипят сейчас будем закладывать томатную пасту вот посмотрите сколько раз два три четыре на такое блюдо можно стакан прямо закладывать грамм ну по объему по объему 200 граммовый стакан можно заложить спокойно сюда же идет у нас аджика и столовую ложку хмели-сунели все тоже сюда вот посмотрите раз все выкладываю все видите перемешиваем 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 делаю чуть-чуть поменьше газ уменьшаем его чтобы тут булькало все и тут тоже все соединялось и нужно нарезать кинзу чеснок острый перец и грецкий орех поэтому переходим за стол кстати у нас там еще раз в день рождения мы делали небольшой праздничный выпуск с детьми или пили хинкали он у нас тоже должен быть на канале уже в ближайшее время вышел поэтому посмотрите еще выпуск с хинкали один неприятный случай был вот когда я ездил в девятнадцатом году так плохо такой негатив был по нашему телевидению это я вам просто уже говорю что не обращайте внимание на то что там говорится по телевидению какие там эти волнения возникают какие-то все прочее я вот девятнадцатый год столько негатива по тв по нашему ужас мы просто наплевали взяли и поехали причем и женой и с ребенком и на машине на нашей и ни одного плохого слова я не видел не слышал никакой даже не кривой рожи ничего значительно все так скажем я уж много путешествую более если бы куда-то в другое место поехали там скажем поэтому не обращайте внимание на пропаганду телевизионную это я вот говорю прямо со полной ответственностью грузины к нам очень хорошо относятся я сделал так я позвонил своим знакомым грузинам в москве и прямо в прямую спрашиваю ну вот как там у вас они они говорят все хорошо едьте не беспокойтесь с ответственностью заявляем вот ну просто разными способами но только вниз не только не из телевидения пожалуйста будьте помудрее если вы собираетесь куда-то ехать спрашивайте у так сказать носители они вас не обманут они всегда рады видеть и встречать вас хлебом с солью чебуреками хачапури хинкали сациви чахахбили и прочими другими вкусностями мелко не будем резать а прямо вот так как будто бы нарубить чеснок нужно грецкие орехи прямо вот так вот давлю будьте аккуратны с корками грецких орехов но все очень неприятно когда они попадаются собаки на зубах сами орехи даже рубить не надо просто раздавить они прямо дают такой такой своеобразный вкус вообще ну как бы его тяжело объяснить потому что он такой очень земной какой-то вкус по 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 ощущениям он будет обязательно появляться там вот тоже добавляйте по вкусу в зависимости от вашей порции в данном случае орехом орехами чехахбили не испортишь я думаю и много кинзы много кинзы крупно то есть я не буду ее прямо рубить в мелкий винегрет там где листья сделаю крупно а когда уже мелче когда уже стволы я уже буду ее мелчить но тут нет не очень тонкие нет не очень толстый вернее стебли поэтому она растворится мой какой запах ребята вообще обалдеть можно просто и сделаю то же самое с этой кинзы это ту которая не потребовалась у сержа марковича вот она не очень любит ее поэтому я ее сейчас подвыберу она чуть-чуть по поджухла будем честны с нашими подписчиками и я ее тоже перерублю вот я уже не сделаю по мелче вот она такая и острый перец это по вкусу вот так вот разрежу вот так вот я его остроту уберу а вот сам переста я подчикаю как положено мелко мелко это вы можете добавлять уже по своему вкусу то есть в зависимости от того какую порцию вы делаете в зависимости от того какой перец по остроте может быть вы вообще не любите это это тоже такое дело привычки я никогда приехал один раз из из грузии тоже какое-то время мне вся вся еда в россии уже казалось немножко пресноватой потому что там месяц путешествуешь например и привыкаешь поэтому можете оставить а можете порезать мне что-то внутренний голос подсказывает что нужно почему-то порезать не знаю почему может быть он меня ведет в неправильном направлении что сейчас опять иду к плите и начинаю уже закладывать все вот эти вот ингредиенты то есть кавказские травы кемали грецкие орехи и чеснок уже закладываю и острый перец уже закладываю туда соединяемся финальная часть помидоры с томатной пастой уже готовы и очень вкусно пахнут и булькают здесь тоже все поженилось давным давно и мы начинаем это все потихоньку соединять сейчас будем закладывать заливать заливать томатным соусом это все содержимое посмотрите какая красота вот так вот у нас прямо полная получается как обычно как обычно ни одного сантиметра лишнего не остается точный расчет теперь смотрите перемешиваем вот так раз все нужно перемешать хорошо вот это еще все выпарится прямо полная миска у нас получается посмотрите сюда выкладываем чеснок сюда выкладываю кавказские травы и чуть-чуть буквально много не прибавится и сюда выкладываю ткемали почему он готовый продукт он уже термически обработанный весь выпаренный то есть его не нужно было до этого добавлять в соус потому что соус как бы готовился готовился соус он доходил а этот уже готовый поэтому его нужно добавлять можно сказать самый последний момент чтобы он просто растворился переженился там все и уже был вот так вот раз вот видите там все внутри сковородки обрадовалась появлению ткемали и мы это все дело растворяем ну и чили нужно добавить раз два три 4 5 все добавили теперь аккуратненько перемешиваем потому что сковородку у нас он какая полная получилось а орехи будем добавлять уже в самом конце то есть как почти там за минуту до готовности буквально за 2 чтобы они растворились тоже перемешались и уже такой аромат приобрели все теперь перемешиваем и опять пусть стоит все доходит уже чем минут я думаю 10 наверно надо чтобы постояло вот смотри как штука получилось вся термическая обработка закончена поэтому я что делаю я для хранения уже для длительного хранения ну то есть для того чтобы впоследствии кушать и докладывать по порциям в тарелочку и разогревать это все дело перекладываю со сковородки уже в кастрюлю в нашу любимую кастрюлю и уже туда сейчас я переложу это все аккуратно ну и включить надо огонь чуть-чуть буквально чтобы не охлаждалась все перекладываю вот и вот так вот смотрите все корочка вся ушла и теперь я доливаю все соусы сюда очень важный ингредиент сейчас поймете почему тут все продолжает кипеть и смотрите что все орехи сюда раз и усыпая и пошла кинза много кинзы если серж маркович нас смотрит то ему наверно сейчас чуть-чуть плохо стало посмотрите все вот вот чем смысл то вот и сейчас как только закипит я беру и выключаю это все дальнейший смысл кипячение он как бы отсутствует так что главное не скисло все чтобы она обмякла обварилась кинза до орехи там тоже раз как бы перемешались растворились как только все прогрелось и выключаем и все и все стоит на месте каком подвал фига себе это что это шли в подвал а пришли на кухню это студия да судя по количеству камер света ой илья здесь илья сашка вон да хорошая студия в москве в итоге тоже построили парочку согласно законов гостеприимства не снимали программу пока ждали снимали программу так тихо купили поэтому гонечка да соус попробуем получилось должно получиться очень вкусно а у а у у у у Пробую. Прекрасно. Замечательно. Нет, хорошее, потому что вот у меня я не могу ту грань поймать, которую ты поймал. У меня, у тебя осталась фактура. У меня она становится просто уже превращается, наоборот, она превращается просто в соус. Надо сухой обжаривание. Не закрывай тут. Ммм. Потрясаю. Ммм. Ммм. Потрясаю. Сашки. Ну ладно. Нормально? Да, да, да. Случай. Случай. У меня самое любимое блюдо, которое я пробовал. Случай. Ничего. Да, вот так. Сколько закуски запалели. Ммм. Субтитры сделал DimaTorzok